10 минут назад выполняли вход в личный кабинет с помощью нового устройства. Какого устройства? Нового. С помощью смартфона, с которого ранее не выполняли авторизацию в личный кабинет. Я вообще не заходила в личный кабинет сегодня. Вообще сегодня не заходила. Мария Ивановна, дело в том, что в сегодняшнем дне банк зарегистрировал авторизацию в вашем личном кабинете с помощью другого телефона. Также есть территориальная разница из города Тверь. Уточните, имеете ли вы Тверь? Я поняла, поняла. Нет, это невозможно. Я не заходила, и тем более не в Тверь. Я вас понял. Хорошо. Мария Ивановна, а кто-то кроме вас имеет доступ к личному кабинету? Возможно, родственники, да, Ирина Ильич? Нет, конечно, нет. А что значит зашли? В смысле зашли? Если я сейчас зайду, я там смогу зайти туда, или там что там, пароли поменены? Что там? На данный момент работа онлайн-банкинга была автоматически приостановлена. По той причине, что после входа в личный кабинет из другого телефона также был зарегистрирован ряд подтвержденных операций. Какие? Перевод средств на имя получателя Щербакова Ирины Олеговны. Также была сформирована заявка на потребительский кредит. Данную операцию мы приостановили, они сейчас находятся на удержании. Но, если вы их не подтверждаете, а я так понимаю, что вы… Конечно, нет, не подтверждаюсь. Нет, конечно. А как это вообще могу произойти? Да, я буду регистрировать. Там же, если заходишь, там же смс-ка приходит. Ничего не приходило. Все верно, да. Все верно. Смс-оповещение должно было приходить на номер, на который была установлена переадресация. То есть, сегодняшний днем номер с окончанием 4577, сотовый оператор МТС получал все смс-информирование касательно операции, которые производили в вашем личном кабинете. Ничего не поняла. Подождите. Иван. Какое смс-информирование? Что с ним произошло? Смотрите, была установлена переадресация смс-информирования. То есть, был подвязан второй финансовый номер с окончанием 4577, сотовый оператор МТС. Именно на этот номер приходило все смс-информирование. Касательно входа в личный кабинет… А как это могло произойти? У меня же нет такого номера. Я никогда таким номером не пользовалась, мне он вообще не знаком. Угу. Хорошо. Данный номер будет в первую очередь удален из учета. Как он туда попал? Как он туда попал? Не понимаю. Да, смотрите. Дело уже будет за право. Скорее всего, поскольку мне необходимо сейчас перенаправить туда дело по факту мошенничества. Смотрите. Был произведен вход касательно того, как это могло произойти. Я подозреваю, что это было не по логиновой паролю, а по паспортным данным. То есть, в личный кабинет можно войти с помощью документов. В данный момент я просматриваю, что также после входа, помимо переадресации номера, также перевода средств, была сформирована заявка на потребительский кредит. Она подтверждена кодовым словом. Скажите, вы его разглашали кому-то? А каким кодовым словом? Кодовое слово, вы его придумывали в числе подтверждения операции, которые производятся удаленно. То есть, это может быть девичья фамилия матери, либо кличка питомца и так далее. Ну так, а каким именно кодовым словом подтвердили? Это ваша конференциальная информация. Вы должны были его придумать, когда получали пострадал банковскую продукцию. Я-то придумала, но я же никому его не рассказывала. Как вы могли им подтвердить, если я даже никому не рассказывала его? Приняли не мое кодовое слово, что ли, или что? Моим-то словом невозможно. Нет, дело в том, что оно было указано верно, и, скорее всего, так как дело будет передано в уголовное правление... А как это возможно это, если оно только у меня в голове, оно даже нигде не записано? Как оно могло быть верно? Доступ к кодовому слову имеют также сотрудники отделения банка. А, ну да, я считаю. Поэтому я вам объясняю, что... Да, поэтому я вам объясняю, что так как дело будет перенаправлено в уголовное управление, первыми под подозрение упадут сотрудники отделения банка. Вы стараетесь вспомнить, когда вы в последний раз лично посещали от линии Сбербанк? Когда лично посещал именно? Да, да, все верно. В начале года где-то, наверное. Ну, то есть, сравнительно давно. То есть, достаточно давно, я вас понял. Хорошо, а вы можете вспомнить, возможно, при посещении, при обслуживании сотрудник отлучался с вашими документами, либо производил фотофиксацию? Ну, наверное, они сканируют же документы, наверняка, ну, не фотоаппаратом, а сканировать. Сканируют, конечно. Возле каждого рабочего места сотрудника в каждом отделении есть принтер, с помощью которого они могут делать ксерокопии. Но этот принтер, он должен находиться на месте обслуживания, то есть, чтобы сотрудник не отлучался никуда с вашими документами. То есть, ваши документы не фотографируют? Ну, я не знаю, я не обращала, может быть, внимания на это, то есть, по мне-то, априори, все, что сотрудник там делает, он знает, что он делает. Я как-то не фиксировалась на этом. Алло? Алло? Слушай. Алло? Мария Ивановна, это Денис, на вас связь прервалась, потому что... А, я кричала в трубку, кричала, алло, алло, и все. Да, вот именно, у меня тоже вот почему-то связь прервалась, и я вот смог восстановить на данный момент. Чего мне делать-то? Смотрите, я уже перенаправил, да, я уже перенаправил дело в уголовное управление, то есть, с вами в течение нескольких часов может связаться следователь, так что можете не беспокоиться. Работа онлайн-банкинга также была приостановлена, но у меня поступило указание, что необходимо с вами составить протокол для внутрибанковского расследования. Для чего мне необходимо в первую очередь уточнить у вас, в первый ли раз у вас такая ситуация. Возможно, вам ранее поступали звонки якобы от сотрудников банка, то ли запросить у вас данные вашей карты, либо паспортные данные. Нет, никогда с этим не сталкивался вообще. Я вас понял. Хорошо. Так как я уточнил, что ваше кодовое слово было использовано для подтверждения правомерности заявки на потребительский кредит, вы утверждаете, что вы его не разглашаете никому. Поэтому первыми под подозрением упадут сотрудники в отделении банка. Постарайтесь вспомнить, когда вы лично обращались в отделение. Последний раз. Ну, вы мне спрашивали уже, я вам отвечала, что где-то в начале года. Ну, что, сейчас почти год прошел. Да, прошу прощения. Да, уточните, пожалуйста, адрес отделения этого, чтобы я мог отправить акт на перепроверку сохранности ваших данных и компетентность сотрудников. Так, ну, это улица Ленина. А где конкретно? Я даже... Ну, в смысле, где конкретно-то я знаю, а номер не подскажу. Там, где Мария Ра, торговый центр. Так, город Бийск, правильно? Верно. Верно. Хорошо. Так, одну секунду. Отправляю акт. Так, вот. Готово. Хорошо. Хорошо. Сейчас информация, которую я вам буду предоставлять, несет в себя характер банковской и коммерческой налоговой тайны. Поэтому она не подлежит разглашению. А именно, я вижу, что после последних расходных операций, проведенных сторонним устройством в вашем личном кабинете, ваш суммарный остаток по счетам и картам на данный момент составляет 46 рублей 17 копеек. Это где? Это в личном кабинете у меня такое? Алло. Сумма отличает кредитные, дебетовые, накопительные линии. Подождите, подождите. Вот у меня сейчас такой остаток на картах и счетах. Вы же сказали, что вы все приостановили. Как это такой остаток может быть, если вы мне сказали, что вы все приостановили, никаких действий там не произвели, чтобы сразу все заблокировали. Смотрите, когда производится платеж, то есть, когда вы хотите с карты на карту кому-то перевести деньги, эти деньги сначала поступают на счет банка, а потом идут на счет получателя. И вот в тот момент, когда деньги поступили на счет банка, то есть на резервный счет, данные действия были приостановлены. То есть деньги сейчас находятся на резервном счете. Верните мне их обратно. Верните мне их обратно. Так как они начнут? Верните, отменяйте все и возвращайте. Хорошо. Хорошо, конечно. Мария Ивановна, я также отмечу, что так как вы стали жертвой мошенничества, вы имеете право требовать выплаты компенсации моральной в размере от 5 до 25% от суммы утраченных средств. То есть банк компенсирует те средства, которые были утрачены. Также вы имеете право требовать выплаты моральной компенсации. Так они утрачены или все-таки не утрачены? Или мне вернете вы их на счет? Или что мне делать-то? Все вернется. Все вернется. Об этом можете не переживать. Все вернется. Смотрите, в чем дело. Также за вами будет закреплен персональный менеджер с сроком на 2 года для исключения использования ваших данных в дальнейшем. Более того, мы установим страховку ваших средств на каждый счет отдельно. Карты, накопительные линии, кредитные и так далее. Эта страховка также на безоплатной основе будет действовать сроком 2 года. В первую очередь необходимо установить, какие карты были открыты вами, а какие мошенники. Постарайтесь вспомнить, какое количество активных карт Сибербанк у вас на данный момент. Две. Две карты. Хорошо. Скажите, вы кредитную карту из отделения банка забирали? Ну вот одна кредитная, а одна некредитная. Хорошо. Сейчас я буду устанавливать страховые лимиты на каждый ваш счет, который будет отображать сумму компенсации средств. Дебетовая карта. Укажите классификацию дебетовой карты. Это зарплатный проект, социальный, пенсионный, либо карта для личного пользования. Еще раз. Как? Как вы сказали? Какой проект подключен у вас к дебетовой карте Сибербанк? Это зарплатный проект, социальный проект, пенсионный, либо это карта для личного пользования? Ну это моя карта, какой там проект, я не знаю, я не разбираюсь в этом. Да. Возможно вам на эту карту поступает пенсия, либо зарплата, либо какие-то социальные государственные выплаты. Ну зарплата поступает, да. Вот. Значит это зарплатная карта. К дебетовой карте подключен зарплатный проект. Так это и называется. То есть такая терминология. Хорошо, скажите, сейчас я буду устанавливать страховой лимит по вашей зарплатной карте, который будет отображать сумму компенсацию. Поэтому постарайтесь вспомнить, какой остаточный баланс действующий вы помните по вашей зарплатной карте до факта мошеннических действий. Ну там тысяч семьдесят, восемьдесят было. А, не, я вчера, мне же вчера капнула зарплату. Нет, там сто двадцать должно быть. Ага. Хорошо. Также уточните, какой кредитный лимит был выдан банкам на данный момент? Кредитный лимит по вашей кредитной карте. Ну там сто тысяч было. Ускорите, пожалуйста. Сто тысяч было. Также уточните, какой остаточный баланс вы фиксировали по кредитной карте. Я ничего не фиксировала, как было, так и было. Нет, я имею ввиду, что я сейчас устанавливаю страховой лимит и укажите по кредитной карте, какой был баланс по факту мошеннических действий. В рамках страхового лимита, то есть точную сумму можете не называть. Я ничего не понимаю, что вы спрашиваете. Какие, что фиксировала? Так, хорошо, смотрите, извините, возможно я неправильно выражаюсь. На данный момент мне необходимо установить страховой лимит, то есть лимит возврата средств. Средства ваши были списаны также с кредитной карты. Для того, чтобы банк мог компенсировать вам эти средства в полном объеме, я установлю страховой лимит. Поэтому уточните, какой баланс вы фиксировали по кредитной карте до факта мошеннических действий. Ну я же вам сказала, я ничего не фиксировала, как было, сколько найдет денег, только и осталось. Да, сколько было на карте денег до факта мошеннических действий. Ну вы же спрашиваете, ну 100 тысяч, 100 тысяч же, я же вам сказала же с самого начала, что на 100 тысяч. Я ничего не фиксировала. Хорошо, я вас понял, хорошо. Также я вижу, я зачем задаю этот вопрос, смотрите, при открытии кредитной линии также могла произойти компрометация данных. Поскольку, когда вы хотите воспользоваться кредитным продуктом любого из банков, вы предоставляете полный пакет документов. Постарайтесь вспомнить, возможно, вы ранее обращались в сторонние банковские структуры ради кредита, либо в структуру Сбербанка. Возможно, сейчас оплачиваете кредитование. Ничего не оплачиваю. Возможно, ранее обращались в структуру Сбербанка, либо в другие структуры для подачи заявки на кредит, где необходимо было указать полный пакет документов. Ну, обращалась, но давно уже, лет пять назад. Ага, хорошо. Вы в структуру Сбербанка обращались? Никакую не структуру, вот, в наше отделение ходило. Я вас понял. Хорошо, вам данное кредитование было одобрено, правильно? Ну, конечно. Хорошо, вы закрыли данное кредитование без просрочек, без арестов, без задержек? Вы меня проверяете, что ли? Ну, я... Чего мне врать-то вам? Конечно, закрыла, вы видите, что у меня там нет никаких долгов. Да, дело в том, что, как я уже вас информировал, была подана заявка на потребительский кредит с вашего личного кабинета. Ну, а старый-то маякок кредит, с этими давайте решать что-то. Да, это понятно, просто необходимо будет перепроверить также сотрудников кредитного отдела. Хорошо. Я не помню, кто там был. Да, возможно, вы обращались к сторонней банковской структуре. Дело в том, что на данный момент произошла утечка ваших персональных данных. И точный-сочник компрометации не установлен. Поэтому сейчас уточните, возможно, вы являетесь клиентом не только Сбербанка. А какие персональные данные? Давайте разбираться тогда по этим сведениям. Будем понимать, где они могли утечь. Да, смотрите, был произведен вход в ваш личный кабинет Сбербанк Онлайн. Так как вы не разглашали никому логин и пароль, соответственно, вход был выполнен по паспортным данным. То есть человек завладел вашими паспортными данными и проник в ваш личный кабинет. Соответственно, произошла утечка персональных данных. Просто паспортные данные или фотка прям паспорта? Нет, вот конкретно данные паспорта. Так паспортные данные-то где угодно постоянно показываны в гостинице. И билеты покупаешь, хоть даже на поезд покупаешь билеты, паспортные данные. Вот давеча я где-то паспорт показывала. Он у меня уже весь измысленный, потому что туда-сюда я его постоянно гоняю. Пропуск мне делали. Вот последний раз я заходила, господи, пенсионный фонд там была, и там пропуск не делали. Потому что сейчас же там все паспорта с этими, с QR-кодами. Там тоже паспорт показывают. Сейчас везде торговый центр паспорт, QR-код. В этот кинотеатр паспорт с QR-кодом. Сейчас только не надо паспорт, QR-код. В продуктовые магазины, в аптеку. А сейчас куда не сунешься, так меня уже вон за месяц замызганный весь. Ну да. Да, смотрите, Мария Ивановна, дело в том, что да, утечка данных... Да, конечно же, могу... Подождите, мне надо на рабочий телефон ответить. Подождите секунду. Алло. Да, хорошо, Мария Ивановна. А, ну вот я говорю, что сейчас у меня везде паспорт. Это самое, уже постоянно показывать приходится. Он у меня, говорю, за неделю, за месяц замызгался. Поэтому где угодно могли эти фото... Кто они, паспортные данные увидеть. Даже охранники в магазине, которые QR-коды показывают, могли их увидеть и зайти. Вот любой. Поэтому я думаю, что вот надо искать здесь. Вот вчера я была в торговом центре. Там, может быть, туда... Сказать вам, какой торговый центр, Да, нет, смотрите, тут дело идёт... Речь сейчас идёт о... Речь сейчас идёт о полной компрометации данных. Понимаете? Полная компрометация, это когда... Это никогда полный... Это никогда только паспорт. Кто-то паспортом завладел. А полный перечень документов. То есть кодовое слово, данные СНИЛС. Как кодовое слово, я говорю, я вообще никому никогда не говорила. У меня даже, по-моему, в банке его не разумеется. СНИЛС я тоже даже не знаю, когда в последний раз спрашивали его. Его и в банке-то не спрашивают. То есть какие ещё это документы? Скажите, я, может, соображу, где я могла их светануть. Хорошо, Мария Ивановна. Поэтому я у вас и уточнял по поводу кодового слова, поскольку доступ к таким данным есть только у сотрудников отделения банка. Ещё-то какие... Нет, вы мне скажите, какие ещё документы-то могли засветиться. Я хоть подумаю, голову поломаю, где я могла светануть, так, может, и помогу чем следствию. Смотрите, утечка данных произошла из личного кабинета, то есть из банковского реестра. А в банковском реестре хранится полный перечень документов. А у какой именно? Я не знаю, какой. Какой именно что? Перечень-то. Вот у меня сказали паспорт, НИЛС. Что ещё? Какие ещё документы-то могли засветиться? Паспорт вот где угодно, то есть сложно понять, потому что кого искать-то, кто мой паспорт мог высветить. НИЛС-то ещё лет никому не показывает. Значит, какой-то ещё документ засветился. Давайте думать, какой. Да, да, смотрите, хорошо. Сейчас необходимо установить причины вместо утечки данных. Ну вот я про это и говорю, что да, надо понимать, какие документы засветились, чтобы понять, где они могли засветиться и кто, собственно, мог их тогда слить. Я же про это и говорю. Скорее всего, утечка произошла из структуры банка, понимаете? Поскольку кодовое слово – это все данные, это конкретно то данное, которым владеют только сотрудники банков. Сейчас необходимо установить причины вместо утечки данных, для чего мне необходимо у вас уточнить. Возможно, вы являетесь клиентом не только Сбербанка, но и сторонних банков. Так, а кодовое слово – это у меня только в Сбербанке. Вот если это кодовое слово, которое по Сбербанку, оно только в Сбербанке, так что другие банки вообще исключено. Ну да, конечно. Ну, поэтому точно из других банков никак не могло быть. Значит, то есть ищем в пределах Сбербанка, если речь идёт о кодовом слове. Да, хорошо. Тогда смотрите, я вижу, что у вас также активна накопительная линия в Сбербанке. Накопительная линия – это сберегательная книга, вклад, инвестиционный, либо валютный счёт. Уточните, какой из этих продуктов вы открывали. Ну, у меня три сберегательных книги и один накопительный счёт. Хорошо. Уточните классификацию данных счетов. Это сберегательная книга, вклад, инвестиционный счёт. Ну, вот я говорю, три сберегательных книги и один накопительный счёт. Чего уточнить? Ничего не понимаю. Я вас понял. Хорошо, смотрите, сейчас буду устанавливать страховой лимит на каждый из ваших сберегательных счетов. Вы помните, какая сумма хранилась до факта мошенничества на каждом из них? Подождите, то есть там тоже что-то, чего-то не хватает? Что значит, Дафар, вы меня так не пугайте, пожалуйста. Там сейчас все по-прежнему? Да, смотрите, списание произошло, конечно же, через личный кабинет всех счетов. То есть 46 рублей – это суммарный остаток. Так как я сейчас устанавливаю страховые лимиты, необходимо будет также уточнить, какие суммы хранились на этих счетах до факта мошенничества. Чтобы банк мог их компенсировать в полном объеме, также вы имели право требовать выплаты правильной компенсации. Уточните, вы помните, какие суммы хранились на сберегательных книгах до факта мошеннических действий? Вам прям точно-точно надо? Мне документы надо смотреть или нет, или примерно? Нет, смотрите, можете назвать примерно, чтобы эта сумма была в рамках страхового лимита. А какие у вас лимиты? Нет, я имею в виду, что страховой лимит будет отображать ту сумму, которую необходимо будет вернуть. То есть это не обязательно точная сумма, просто приблизительная. А, ну поняла. Значит, на одной из книг, ну, около 50 тысяч, на второй 230, и на третий там тысяч пять. Так, давайте сверим. Первый сберегательный счет 50 тысяч, второй 230, третий пять тысяч. Правильно? 50, 230 и 5. Ну, там, может, копейками туда-сюда, я примерно говорю. Да, я понял. Хорошо, сейчас смотрите. Дело я буду передавать в уголовное управление, так же, как и запись нашего разговора. Поэтому вам необходимо под запись разговора сейчас проговорить, сколько вам полных лет на данный момент. Ну, хорошо, 48. Хорошо. Также сейчас запись разговора будет перед наследователем, который будет вести ваше уголовное дело по факту мошенничества. Вам необходимо также в голосовом порядке подтвердить неправомерность данных действий. То есть проговорить свою полную фамилию и имя отчества и утвердить, что сегодняшним днем банковских операций вы не совершали. К примеру, я, Антошин Денис Игоревич, сегодняшним днем банковских операций не проводил. Вы не проводили никаких операций? Нет, я имею в виду, что вам нужно проговорить свое полное фамилия и имя отчества и утвердить, что сегодняшним днем банковских операций не проводили. К примеру, я, Антошин Денис Игоревич, сегодняшним днем банковских операций не проводил. Ну хорошо. Я, Штольц, Мария Ивановна, сегодняшним днем банковских операций не проводил. Да, хорошо. Ваше подтверждение неправомерности действий я зафиксировал. Смотрите, на основе полученных вами данных я составил протокол по факту мошенничества. Этот протокол будет передаваться как в уголовное управление, так и в специалисты службы безопасности. На данный момент что вам необходимо будет действовать? Если у вас ко мне вопросов никаких нет, я обязан вас перевести на специалиста, который предоставит вам инструкцию по возврату ваших средств и отмене кредитования, которое на вас было оформлено. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, можете их сейчас задать. Ну все, вы меня опередили. Я как раз хотела спросить, что дальше будем делать? Мне что-то надо? Как это все? Вернулся или уже вернулось? Да, смотрите, да, хорошо. Вопросов есть и нет никаких? Так я спросил, нет, я же вам задала сейчас вопрос, подождите. А, да-да-да, извините. У меня деньги-то вернулись мне с этих ваших банковских счетов? Да, смотрите. Чтобы провести возврат средств, для этого я вас соединю со специалистом, который вам предоставит инструкцию по возврату средств и отмене кредита, который на вас оформлен. То есть, вы можете не беспокоиться, сейчас, да, на вашем счете на данный момент 46 рублей. Но для того, чтобы вернуть эти средства корректно, да, произвести возврат и корректно отменить кредит, я направлю вас на специалистово-компетентного в данной ситуации. То есть, я зарегистрировал факт мошенничества, я отправил дело в уголовное управление, я составил протокол также для внутрибанковского расследования. И на основе этих данных вам предоставить инструкции о дальнейших действиях. Вам это понятно? Сейчас, да, надо будет с кем-то поговорить? Да, да, конечно. Смотрите, вам необходимо будет просто оставаться на связи, то есть, эту линию вы не прерывайте. Я по данной линии вас соединяю со специалистами. Ну, сейчас, да, соедините? Ну, давайте, давайте, хорошо. То есть, вам просто трубку, да, трубку просто не кладите. Ну, все, я жду, да, да, да. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Штольц Мария Ивановна? Слушаю вас, да. Меня зовут Демеева Виктория Викторовна. Я являюсь ведущим специалистом по работе с клиентами отдела финансового мониторинга Сбербанк. Приятно с вами познакомиться. Угу, да, мне тоже, спасибо. Да. Взаимно. Вас перевели по факту мошенничества, Мария Ивановна. Я на данный момент являюсь вашим закрепленным сотрудником. Пока что ознакомливаюсь с материалами дела, а также документами, которые были мне предоставлены. Будьте добры, вкратце, пожалуйста, что у вас произошло? Ну, так а вам не передали, что ли, вот, этот Денис, по-моему, да, что там какие-то, ой, я даже не знаю, как сформулировать-то правильно. Кто-то, короче, зашел в мой личный кабинет и что-то попытался сделать. То ли вывести, то ли кредиты он еще говорил взять. В общем, какая-то ерунда полнейшая, из-за этого я ничего не делала, поэтому надо все отменять и возвращать обратно и блокировать там все, что там. Так, хорошо. Смотрите, сейчас все действия по вашему профилю были приостановлены в связи с тем, что вы, как владелец и держатель банковского счета, не подтвердили эту информацию. То есть специалист, который ранее с вами связался, да, направил вам входящий вызов для проверки этой информации. Для того, чтобы у вас было понимание того, с кем вы ведете общение, с кем вы будете... Какой вызов? Не понимаю, что он направил? Входящий. Вам поступил входящий звонок, да, то есть с вами связался банк сегодня. А, ну вот этот Денис. Да, я так... Сегодня, да, с вами связывался специалист. Ну, он вам трубку передал, подождите. Ну, вот, Виктория, он же вам трубку передал, Денис. Он с ним, я и разговаривала. Мария Ивановна. Да. Так, хорошо. Антошин Денис Игоревич, правильно? Ну, вот я отчество не помню, но, да, Антошин Денис, он был. Хорошо. Вот кто вам трубку передал, да? Возьмите лист ручку. Да, все правильно. Возьмите, пожалуйста, лист ручку сейчас, запишите мои полные данные, то есть мою персональную информацию, файл, имя, отчество, номер телефона и табельный номер. Да, готова писать. Фамилия Гемеева как? Гемеева. Гемеева? Да, все верно. Виктория Викторовна. Мой табельный номер, как специалиста, 33, 13, 07. Записал. Записали, хорошо. Теперь, пожалуйста, номер телефона, корпоративный номер, по которому вы можете со мной связаться. Гемеева, Виктория Викторовна, 331, 307 номер. И телефон на плюс 7, 977, 341, 3463. Да, все правильно. Данный номер телефона вы можете себе сохранить, подписать его. Моим именем, как номер, принадлежит мне. И в любой момент на входе и проведение всех регламентных работ со мной связаться. Мария Ивановна. Хорошо. В данный момент также вы меня проинформируете. Вы сейчас находитесь на рабочем месте при исполнении обязанностей, либо же дома? Нет, я дома сейчас. В данный момент вы дома. Хорошо. Смотрите, в этой ситуации, которая произошла у вас, да, что произошло? Произошла утрата вашей персональной информации. С помощью логина и пароля, а также кодового слова были подтвердены все операции по переводам средств. То есть в данный момент сумма общего остатка по счетам и картам в Сбербанке 46 рублей 17 копеек. Ничего не понимаю. Подождите, он мне сказал, что все это вернулось мне же на счет обратно. Как опять остаться? Нет, это то, что я сейчас просматриваю. Банк возвращает вам средства из резервного фонда. Это же мои деньги, которые они заблокировали, и мне вернутся, потому что не подтверждаю никаких переводов и кредитов. Я уже забываю слова. Смотрите, да, ваши деньги вам будут возвращены. То есть возврат ваших средств возможен, но только в том случае, если клиентам банка будет выполнена замена лицевого счета. То есть вам необходимо полностью поменять счет, для того, чтобы банк мог вернуть вам безопасно. Давайте поменяем. В данном случае я попрошу вас задавать все вопросы, которые у вас будут возникать в ходе предоставления информации. Да, если что-то будет непонятно, что-то вас смутит, вы меня, пожалуйста, перебейте, не стесняйтесь. Скажите, Виктория, стоп, я не понимаю. Я проговорю повторно для того, чтобы у вас сложилось полное понимание всей процедуры, которая предусмотрена на сегодняшний день. Поскольку ранее ваши средства подлежали полному списанию, сейчас они находятся между вашим счетом и счетом получателя. То есть Щербаковой Ирины Олеговны. Банк не может вернуть вам средства обратно на тот счет, с которого они были списаны. Списаны повторно. И если к этим действиям причастны сотрудники, они имеют доступ, ну, поймите, хорошо, они не списаны до конца. Но если же к этим операциям имеет отношение кто-то из специалистов вашего отделения банка или же отделения на территории вашего региона, они имеют доступ к программе, да, к административному компьютеру и смогут повторно совершить списание и в этот момент, в этот раз уже окончательно. Так подождите, я вообще в таком случае, если это могут быть ваши сотрудники, мне не пора ли вообще деньги снимать и переводить их в другой банк? Потому что если у вас сотрудники такие, то как с вами работать, если даже вы можете подозревать своих сотрудников? Нифига себе. Поймите, что в данный момент мошенничество очень сильно распространено на территории не только вашего региона. Не знаю, первый раз слышу такое вообще, чтобы вот так вот деньги куда-то кто-то списал. У вас такая ситуация впервые возникает, правильно? Конечно. Она, если бы у меня возникла бы уже, я бы уже никогда в жизни не была клиентом вашего банка. Это как у вас сотрудники пилят деньги со счетов, и вы даже не можете определить, кто это конкретно сделал, у вас там никаких нету ни меток, ничего. Поймите, в данном случае система безопасности реагировала вовремя, но мы не можем исключать человеческий фактор, в уделениях работают такие же, как мы с вами, живые люди. Ну, видимо, они такие, я деньги ни у кого не тырю. Ну, если вы такие, то я не такая. Нет, Мария Ивановна, я говорю о том, что это такие же люди, как и мы сами, это не роботы. Я вам еще раз говорю, может быть, они такие же, как вы, но точно не такие же, как я, если их подозревают, есть основания подозревать в том, что они воруют деньги со счетов клиентов. Может, для вас это нормально, и вы говорите, что они такие же, как вы, но вот я точно не такая. Нет, 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 поймите правильно, я говорю... Да вы их оправдываете, мне кажется, мне кажется, вы их оправдываете сейчас, и для вас это норма вещей. Я их оправдываю. А как? Я не имею права в этой ситуации кого-то обвинять или же в чем-то оправдывать. Я просто говорю о том, что в данном случае кто-то из специалистов, к сожалению, моему большому, да, воспользовался своим служебным положением. Ну, поймите, если бы я, в свою очередь, как специалист, был полномочен в наборе штата, да, в штат живых людей, сотрудников, я такого бы не допустила. Но, к сожалению, это не в моих полномочиях устанавливать порядок правил и так набирать людей на работу. Ну, такого в банках никогда же не было вообще в помине, вот, я не знаю, я никогда не слышала такого, чтобы сотрудники банка украли деньги, я не знаю. Ну, это, по-моему, вообще даже уму непостижимо. А как это вообще возможно? Мне это в голове не умещается никак. Смотрите, в данном случае я вас полностью понимаю, понимаю ваши эмоции в этой ситуации. Ну, давайте не будем с вами отходить от главной сути, в принципе, произошедшая проблема у вас. Деньги можно вернуть, да, то есть возврат их предусмотрен. Банк в обязательном порядке компенсирует вам и моральный ущерб в этой ситуации, и также вернет ваши средства. Но сейчас возвращать их обратно на тот счет, в котором они ранее находились, небезопасно. Я повторюсь еще раз. Если в этой ситуации замешан кто-то из специалистов, стоит нажать одну кнопку, ваши деньги уйдут окончательно получателю, которого вы даже не знаете. Ну как это, если в официале это можно вычислить, то, значит, и деньги у него забрать обратно и аннулировать эти операции. Как они уйдут-то, если вы сейчас говорите, что, ну, вы согласны со мной, что это деньги, ну, как бы не я переводила, ну, верните мне их обратно на счет и все, и заблокируйте эти возможности. Как? Ничего не понимаю, что за какой-то кошмар. Вы сейчас находитесь, да, скажем так, в смятении, потому что много информации, и, в принципе, ситуация ранее у вас такая не происходила. Я искренне принадлежала. У меня в голову не могла на мне даже такая прийти, такая ситуация, что такое вообще возможно. Я вообще думала, что Сбербанк это, ну, как бы один из самых надежных банков. Оказывается, у вас вот на ровном месте сотрудники воруют деньги. Причем, ну, ладно бы, у миллионеров бы там воровали бы, ну, у обычных людей, ну, это просто кошмар. Ну, да я понимаю, понятно, что я не говорю. Я еще раз принадлежу свое искреннее извинение от имени Сбербанка за то, что такая ситуация произошла. Но для возврата ваших средств по закону, по регламенту банка, а также по распоряжению Центробанка предусмотрена замена счета. Для замены счета Сбербанк из резервного фонда выделяет вам дублирующую сумму и начисляет их на текущие банковские продукты. Это карты, а также накопительные счета. То есть пока ваши деньги находятся в обработке, для того, чтобы с ними ничего не произошло, и дабы не рисковать ими повторно, банк выделяет вам такую же сумму, которая ранее у вас списана. Начисление будет выполнено в течение ближайшего времени на текущие карты, а также накопительные счета. А ближайшего – это какого времени? Вам понятно? Нет, пока ближайшего – это какого времени, точнее, можете сказать? Смотрите, возврат осуществляется, то есть процедура замены счета, она предусмотрена в течение суток. То есть у вас есть определенное количество времени, да, предел времени, до которого вы можете решить эту ситуацию. То есть вам необходимо будет изъять средства, которые вам выделяет Сбербанк, для того, чтобы с их помощью уже обновить полностью свой счет, таким способом его активировать. И в дальнейшем пользоваться своим счетом в Сбербанке полностью безопасно. Ну так а в него тоже могут залезть в новые счеты, также остырить деньги. Нет, смотрите, с учетом произошедшей ситуации банк вас полностью страхует. Он предоставляет вам страхование на бесплатной основе, также предоставляет вам высшую цифровую степень защиты. Это означает, что в дальнейшем такая ситуация уже не предусмотрена, она, в принципе, исключена. Так как также документы будут предоставлены в Главное управление МВД и переданы уже в суд. С этим делом уже будет рождена полиция. Какие есть-то за сутки, там, что, неизвестно, что произойдет. Хорошо, Мария Ивановна, смотрите, я еще раз вам повторюсь, для того, чтобы, да, у вас сложилось понимание ситуации. Деньги можно сделать только в том случае, если вы для этого будете предпринимать ряд определенных действий. То есть, это означает, что вам нужно будет сегодня поехать в отделение Сбербанка для того, чтобы в отделении получить те средства, которые сам Сбербанк вам выделяет непосредственно для замены счета. Данный счет, который вы будете использовать уже для вас, это с вашим... Деньги снять, что ли, надо будет? Да, совершенно верно. Вам необходимо будет обратиться в отделение по вопросу снятия наличных. Наличные вы будете снимать со своего текущего счета, на который они будут начислены в пределах часа. Конкретные временные рамки... Только со счета надо, с карточки не надо снимать, только со счета надо. Смотрите, в данном случае всю информацию и инструкцию, которую я вам предоставляю, я вам озвучиваю на основании документов, которые мне поступают в систему. То есть, мне предоставляется ордер на работу с клиентом, помните, я уголовную материальную... Да, я понимаю, вы просто сказали со счета, то есть, надо все деньги снять, какие есть на счетах, или только с накопительного счета, я вот не пойму вот это. Ваших денег на счетах сейчас нет, на ваши счета и карты, включительно, будут начислены средства банка. А мне откуда снять тогда денег, если там денег нет? Первоочередно вы обращаетесь в отделение, банк начисляет вам по моему сигналу сумму, которая ранее оттуда была списана из резервного фонда, он ее дублирует, вы ее снимаете в отделение. Они мне всю сумму на карточку просто положат, какая была на счетах и на книгах сберегать? Нет, суммы будут распределены, смотрите, суммы будут распределены в таком порядке и в таком количестве, в котором они ранее у вас находились. То есть, согласно статье 115... Ну, то есть, как было сделано? Да, верно. Вам необходимо данную сумму средств взять в отделение. А, то есть, отовсюду, из карточек, из счетов, из книг или только со счетов? Я вот это хочу спросить. Да. Сейчас, о чем идет речь? Давайте еще раз проговорим то, как вы поняли информацию. Ну, прийти в банк и деньги снять отовсюду. Так, смотрите, действуете вы пошагово, поэтапно. Если вы обращаетесь в банк, вы снимаете деньги со счета, то есть, с книжек и со счета. Если вы уже выходите из банка, получите сумму средств, в дальнейшем вы осуществляете снятие уже средств с карт в банкомате. То есть, в данной ситуации... А, то есть, с карты в банке не снимать, в банкомате с карты снимать? Нет, смотрите. Да, смотрите, почему вы не снимаете в банке с карты? Средствую, самостоятельно, поскольку, когда вы вставляете карту в банкомат, это отображается в системе банка. В административном компьютере сотрудник может видеть, что вы делаете какую-то операцию по карте. Когда вы делаете это в банкомате, он параллельно может вам карту или же заблокировать, или же приостановить операцию для того, чтобы оказать вам противодействие. Поэтому в этом случае вы действуете полностью под моим руководством, направляетесь до начала в отделение банка, там работаете со своими счетами, после чего мы уже переходим к картам. Вы можете подумать, что на это уйдет длительное количество времени. Нет. То есть данная информация вам предоставляется в полном объеме сейчас, чтобы вы понимали, в принципе, что нужно сделать. Понимаете ли вы сейчас, о чем я говорю? Ну, надо деньги снять со счетов МИ, да? Верно, да, Мария Ивановна, вы правильно меня поняли, но также хочу здесь поставить акцент на то, что деньги, которые вы будете обналичивать, являются номинальными, то есть они подлежат полному контролю со стороны банка. Данная процедура возможна, так же, как и возврат, только на условии того, что сумму средств вы снимете, а также в дальнейшем внесете обратно, но уже на свой обновленный безопасный счет. Счет, который будет предусмотрен для вас, он будет непосредственно сгенерирован на основании ваших паспортных данных. Эта информация будет вам предоставлена в электронном виде, то есть вы будете видеть, на какой счет вам нужно сумму перезачислить. Данная сумма средств выделяется вам для одной процедуры – снятия и внесения. То есть вы не сможете обналичить средства в отделении банка со счета, снять деньги с карты, да, допустим, в банкомате и оставить их в сумму. Вы мне сказали, что надо наоборот обналичить, сейчас говорите, не смогу обналичить, я ничего не понимаю. Вы не сможете обналичить и оставить эту сумму в виде наличности. Вы можете ее обналичить для того, чтобы внести. Хорошо, я поняла. Повторите ваш вопрос? Все, я поняла, да, обналичить и потом внести. Внесение средств также, как порядок внесения будет вам предоставлено в первую очередь в документальном виде, после чего мы сможем с вами обсудить все шаги выполнения процедуры внесения. То есть внесение вы также выполняете самостоятельно. Поймите, что в этой ситуации я не могу вас направить в отделение банка самостоятельно для решения этой ситуации, потому что для вас это попросту небезопасно. А за мной, в смысле, они приедут, что ли, или как, как, нельзя самостоятельно не понимать? Нет, 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 что вы, нет, вы самостоятельно, нет, я имею в виду, что самостоятельно приезжать в отделение банка, выяснять, как это могло случиться и кто к этому может быть причастен. Не совсем, это небезопасно для вас. А как тогда, я не поняла. Нет, 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 нет. Будут выданы квитанции о том, что сумма была обналичена со счета и выдана вам единоличных. Это понятно? Ну да. Понятно, хорошо. После того, как вы осуществите снятие в отделении Сбербанка, вы его покидаете и уже после этого связываетесь со мной по корпоративному номеру для того, чтобы мы могли с вами в дальнейшем уже провести процедуру внесения. Таким образом будет выполнено внесение, будет предоставлен соответствующий документ. То есть на территории вашего региона служба безопасности будет представлен единственный возможный безопасный способ осуществления процедуры замены счета. То есть первый этап в нашей ситуации с вами, да, это снятие. Все, я поняла, что-то вы много говорите, чем больше вы говорите, тем больше я путаюсь. Сейчас там, мне сейчас что-то надо делать или нет, или вы это делаете без меня всех? Нет, смотрите, давайте тогда уже конкретно по делу. Сейчас вам нужно собраться и доехать к ближайшему отделению банка в вашем городе. Серьезно, вы сейчас находитесь в Бийске, правильно? Правильно. В Бийске находитесь по месту жительства? Да. То есть ближайшее отделение к вам находится? Это пешком я дойду. Правильно. Я там пешком дойду, да, мне даже ехать не надо. Хорошо. Сколько времени вам потребуется на дорогу к банку? Ну, мне собраться надо, я разобранная сейчас пока. Собраться, дойти. Убедитесь в том, что телефон достаточно заряден, возьмите с собой обе карты. Также возьмите с собой паспорт и СНИЛС. Запомнили? А подождите, а обе карты, а, кредитку тоже надо брать? Да. Во-первых, чтобы они были под вашим контролем. Во-вторых, для того, чтобы вы в дальнейшем могли уже работать с картами, также для процедуры снятия. Давайте сейчас с ваших слов я хотела бы услышать, как вы поняли информацию о том, что нужно сделать в данной ситуации. Ну, пойти и деньги снять надо сейчас. Хорошо. После этого какая операция предусмотрена? Ну, потом, потом вам с вами связаться, вам позвонить. Для дальнейшей процедуры внесения. Ну, я уже там не запомнила, вы мне потом скажете, что надо делать. Я уже все запуталась со всем. Я сейчас запомнила, что надо снять. Для того, чтобы вы не запутались, если вы вдруг будете находиться в отделении банка, и у вас возникнет вопрос, сейчас вам будет направлено системное предупреждение от банка, для того, чтобы вы в дальнейшем могли поддерживать со мной связь в режиме офлайн. То есть в WhatsApp, либо же в Viber придет сообщение. Для того, чтобы я могла подключиться к чату, вам нужно написать мой табельный номер. Мой табельный номер вы себе уже записали. Давайте сделаем это сейчас, для того, чтобы мы могли оставаться с вами на связи в ходе выполнения всех регламентных работ. Что делать? Табельный номер записать? Да, смотрите, нужно сейчас просто вернуть на с вами разговор, зайти в WhatsApp и в чат написать мой табельный номер. В какой чат? Вам сейчас нужно перейти в мессенджер WhatsApp или в Viber. Что из этого у вас установлено? В WhatsApp есть. Все, смотрите, вам нужно сейчас зайти в WhatsApp, вам должно прийти сообщение от Сбербанка. Вы заходите в чат со Сбербанком и набираете в строке ввода текста мой табельный номер и отправляете это сообщение. Давайте сделаем это с вами, попробуем сейчас. Вы можете увидеть, что вам пришло уведомление. Это вот это вас приветствует, чат ввод, номер заявки 012. Вот это для соединения специалистов отправьте в чат его табельный номер. Напомните, какой это я отошла от стола, сейчас я у зарядки сижу, телефон подзаряжаю. Там 333? Угу. Ну сколько было, я не помню. Продиктуйте. 1307. Я диктую. 33 диктую. Угу. 1307. Угу. Все, и отправляйте. Угу. Отправила. Угу. Так, одну минуту, пожалуйста. Система подключает меня к чату. Все, в данный момент подключение было выполнено успешно. Мы можем с вами, да, в дальнейшем уже вести переписку, и вы можете отправлять нужную информацию, ваши вопросы. Сейчас, Мария Ивановна, я вас попрошу тогда оставить телефон на зарядке и приступать к сборам. Параллельно вам будут поступать документы. Но пока вы собираетесь, я вас попрошу не выключать звонок. То есть телефон не отключать, поскольку если по счету будут выполнены какие-то повторные движения, я смогу приостановить их. В связи с тем, я закреплена по вашей заявке и несу за решение этой ситуации полную уголовную материальную ответственность. То есть если мошенники повторно попытаются осуществить какие-то действия, я смогу их ликвидировать, пока вы занимаетесь своими делами и, собственно говоря, собираетесь уже в отделение. Так, а я пока разговариваю, батарея будет садиться еще больше. У меня слабая совсем батарея. Он у меня даже на зарядке, если я разговариваю, то он все равно потихоньку садится, просто медленнее. Он точно не заряжается. Просто медленнее разряжается. Хорошо, смотрите, если телефон стоит на зарядке, он в любом случае не выключится. Посмотрите, сколько процентов у вас сейчас? Восемь. Восемь процентов на телефоне, правильно? Да. Не восемь, десять. Восемь процентов, это минут на десять. Мне его надо зарядить, а для того, чтобы зарядить, надо, чтобы я не пользовалась. То есть я, если буду разговаривать, если я не отключусь от вас, то он будет просто чуть медленнее разряжаться. Но он так же будет разряжаться. Батарея уже вся ушла, она и в конец у него. Хорошо, скажите, а портативное зарядное устройство есть у вас? Неа, нету. Павробанка? Неа. Нету павробанка? Неа. Хорошо, я поняла в любом случае, Мария Ивановна, я обязана оставаться с вами на линии. Ну, батарея сядет у меня через десять минут и все выключится. То есть я пока буду собираться, батарея будет просто медленнее, станет пять процентов. А я не успею за порог выйти, отключусь, он уже совсем сядет и все, умрет, выключит телефон. Я понимаю вас, но я поймите правильно, так же не имею права. Ну и что мне делать? Так а что мне делать? Это да. Ну хорошо, давайте отталкиваться от ситуации. Оставляйте телефон на зарядке, приступайте к сборам. Уже по мере поступления документов я также сейчас направлю запрос для того, чтобы мы понимали, чтобы понимать, как мы можем действовать по ситуации, когда у вас с телефоном... А что делать-то? Ну вот уже семь процентов зарядки. Вот я сижу у шнура, шнур воткнутый, семь процентов зарядки. Так, хорошо, давайте тогда сделаем так. Буквально одну минуту я направлю запрос в уже стоящем руководстве для того, чтобы получить уже ответ, что мы можем в данной ситуации предпринять. Просто не отключайте меня, хорошо? Ну давайте быстрее, а то он, да, у меня садится батарея, мне надо не разговаривать по нему какое-то время, чтобы он зарядился. Мария Ивановна, я вернулась к вам на линию в данный момент, пока я ожидаю ответ. Скажите, пожалуйста, вы меня сейчас слышите? Мария Ивановна, вы на линии, вы меня слышите? А, алло, да, да, я отошла, да. Да, благодарю за то, что, да, за ваши ожидания. Сейчас, пока я ожидаю ответа в течение 10-15 секунд, он мне поступит. Смотрите, ранее мошенники поменяли номер телефона, на который приходили все сообщения. Сбербанк направил вам сообщение с кодом, который вам не нужно никому называть. Если вдруг вам не будут приходить сообщения от Сбербанка, да, если вы будете пользоваться картой, счетом и сообщения перестанут приходить, да, не будут вам поступать, вам нужно будет с этим кодом обратиться в отделение. Когда это можно будет сделать, я вам скажу. Проверьте, пожалуйста, смс, вам пришло? Сейчас проверю. Нет у меня никаких новых сообщений нет. Никаких сообщений нет. Хорошо, в таком случае сейчас направлю его повторно. Никакой информации за смс озвучивать мне не нужно. У меня уже 6% зарядки осталось. Хорошо, в таком случае сейчас повторно направлю запрос, буквально несколько секунд и вернусь к вам на линию. Ожидайте, пожалуйста, несколько секунд. У меня уже 6% зарядки осталось. У меня садится батарея. Я вас, да, я вас слышу, Мария Ивановна. Для того, чтобы мы могли найти общее решение в этой ситуации, я направляю информацию. Какое решение-то? Давайте я пока буду собираться, у меня телефон будет заряжаться. Я пойду сниму и вам позвоню, и там напишу. И все, вот и решение куда проще-то. В любом случае, для того, чтобы мы не теряли с вами времени, давайте вы приступите к сборам, и уже когда будете выходить из дому, вы со мной свяжетесь. Хорошо, как раз телефон, я думаю, к этому времени подзарядится. Так наоборот же, я вам объясняю, что он, если не отключить, он будет просто медленнее разряжаться. Я сейчас на зарядке его держу. Как он зарядится-то? К тому моменту, когда я соберусь, у него уже будет процента 3 зарядки. Я же говорю, пока вы будете собираться, он будет у вас стоять на зарядке. Да, и у него будет просто медленнее происходить разряд. Он не заряжается, я говорю, у меня настолько ушатанный там аккумулятор, что он заряжается только если выключен. Медленно заряжается. А дополнительный телефон есть у вас? Нету у меня дополнительный. Возможно, обычный кнопок сидит? Нету, нету. Ну, только городской есть, вот, который шнуром, ну, обычный городской телефон. И все. Хорошо. Хорошо. Поэтому я и говорю, что я лучше сейчас выключу телефон, оденусь, пойду все сделаю и вам перезвоню. Ну, и у него хотя бы будет возможность зарядиться процентов до 15. Иначе я просто к моменту, когда я соберусь, он вообще выключится у меня и все. Я вас понимаю, но что будет, что если к тому моменту, когда вы соберетесь, сумма средств просто-напросто спишется окончательно, если я не буду находиться с вами на линии? Ну, тогда... Вы же понимаете, что это не моя предельность. А я-то что сделаю? Я никак не повлияю на аккумулятор. Нет, я-то не против. Я-то не против, но просто если я сделаю, как вы говорите. Но если у меня вдруг внезапно сядет батарея сейчас, и он выключится, ну, имейте в виду, что это не я. Я поняла вас. Хорошо. В любом случае, сейчас, Мария Ивановна, я направила запрос в охранительные органы по вашему региону. Пока у вас телефон еще окончательно не сел, и вы находитесь на связи, вам будет направлять звонок следователя. Это формальность, вы с ним обсудите всю ситуацию, и уже в дальнейшем приступим к сборам. Не собираться или следователя ждать? Хорошо? У меня уже 5% зарядки. Я поняла вас. Ожидайте, пожалуйста, звонок следователя. Я от вас отключаюсь. Алло. Да, здравствуйте, Мария Ивановна. Слушаю вас. Да, это управление МВД России по Алтайскому краю. Меня зовут Новиков Михаил Федорович, я в звании старший лейтенант. Если у вас есть возможность, возьмите листик и ручку, запишите мои данные, Мария Ивановна. Ну, мне надо, значит, отойти от телефона, сходить за листиком ручкой и вернуться, потому что я у зарядки сижу. Ну, сидите, заряжайте телефон, у вас разряжается, да? Ну, да, он у меня разряжается уже 5%. Я еще неоднократно буду с вами устанавливать связь, поэтому в любом случае вы запишите. Поэтому, Мария, я не буду ходить вокруг да около, к нам поступили документы от специалистов банка, что вот сейчас по счетам происходят действия, которые вы не подтверждаете. В двух словах, введите меня в курс дела, пока я детально ознакомлюсь с документами. Алло, я взяла листочек и ручку, вернулась. Алло. Да, зовут меня Новиков Михаил Федорович. Да. Звони, я старший лейтенант. Да, Мария Ивановна, я не буду ходить вокруг да около. Еще раз повторюсь, к нам поступили документы от специалистов банка, что у вас сейчас по счетам происходят действия, которые вы не подтверждаете. В двух словах, введите меня в курс дела, пока я детально не ознакомлюсь со всеми. Документациями. Ну, мне позвонили из Сбербанка, сказали, что там кто-то зашел в мой личный кабинет и попытался увезти деньги. Вот. Если в двух словах. Если в двух словах. То есть изначально с вами сотрудники банка связались, чтобы уточнить правомерность, да? Ну да, 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 да. Вы их не хотите. И Твери, и Тулы. Банк оценивает все это как мошенничество. Да, 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 да. Я вижу, что там был вход на территорию, сравнивая с регионом обслуживания, поэтому сработал антифот банковский. С вами сразу же связались специалисты отдела, который несет ответственность за все это, специалисты финансового контроля. И уточнили у вас всю необходимую информацию для проведения регламентных работ. Мария Ивановна, вы понимаете, что без вашего физического участия и без вашего ведома это могут сделать только те люди, которые имеют доступ к вашим персональным данным? Вот у вас лично есть какие-то предположения? Не поняла, что? Алло. Операция по переводу, по оформлению кредитов и так далее. Без вашего физического ведома и без вашего участия могут совершать люди, которые имеют доступ к вашим персональным данным. У вас лично есть предположения, кто может воспользоваться? Ну да, я вот молодому человеку сказала, что сейчас часто пользуемся паспортом, показывая паспорт и QR-код для того, чтобы куда-то в общественное место пройти или в присутственное место. Поэтому паспорт светим теперь уже везде, повсюду, и кто угодно может их найти. Паспортные данные заполнить и использовать, наверное, так. Ну, смотрите, Мария, я точно такой же вопрос задал сотрудникам банка. Ну вот как без физического участия человека могут произвести такие операции? Мне указали, что был предоставлен полный перечень ваших персональных данных вплоть до кодового особы. Поэтому у нас сейчас под подозрением находятся сотрудники банка на территории нашего региона. Мария, смотрите, в дальнейшем будет возбуждаться уголовное дело по статье 159, часть 2, часть 3. Это мошенничество по отношению к вам. То есть в официальном порядке будет назначена встреча в отделе полиции, вы будете писать заявление. А моя задача сейчас заключается в том, чтобы я как можно быстрее выяснил, кто замешан конкретно в этой ситуации. Вы говорите, у вас есть предположение, что вы предоставляете QR-код и паспорт при посещении любого рода заведений. Ну а вы не предоставляете, все предоставляют сейчас. И вы, наверное, предоставляете. Предоставляют. Я веду к тому, что сейчас в этой ситуации, Мария, просто какой-то Иван с улицы, имея ваши паспортные данные, не оформил бы на вас кредит. Здесь заметна рука конкретно сотрудников банка. Учитывая то, что вы не единственный пострадавший на территории нашего края, то есть более 170 человек уже пострадало за последние 2 недели. И в ходе следственных и оперативных действий наш отдел вышел на след организованной преступной группировки, которая состоит из сотрудников банка, различных банковских структур и людей, которые занимаются обналом. Поэтому вы сейчас максимально серьезно к этому отнеситесь. И самостоятельно действий никаких не предпринимаете. То есть действуете сообща с вашим закрепленным специалистом из банка. Вот, кстати, о нем я хотел у вас уточнить. Вы запомнили фамилию и имя отчества специалиста, который с вами сотрудничает? Ну, я записала. Запомнить не запомнила, но записала. Записали. А вы мне скажите фамилию и имя отчества, я сейчас по базе данных перепроверю. Демеева Виктория Викторовна, проверьте, пожалуйста. Табель не ей говорила или нет? Какой табель? Триста тридцать один, триста семь. У вас есть база данных сотрудников ИГД? Можете проверить? Да, вот как раз таки по базе данных я и хочу перепроверить всю эту информацию. Еще тут я записала, подождите. Так, Новикас Михаил Федорович. А, это вы же, господи, я уже. Это вы. Да, это я. Ну, смотрите, буквально одну минуту, я сейчас в базу данных захожу. Так, Демеева. Так, Виктория. Угу. Викторовна. Так. Угу. Так, буквально одну минуту. Так, Мария, да, я вижу Демеева Викторовна, старший специалист финансового контроля Сбербанка. Угу. Так, табельный номер специалиста 13, точнее 33 1307. Угу. Ну, я, в принципе, вам не буду все достиг ее зачитывать, недостаточно того, что у нее послужной список. Более пяти лет уже работает в этом отделе, поэтому ее уровень решения таких проблем и ее уровня аккредитации достаточно для проведения любого рода банковских операций, в том числе и мошенничества подобного рода. Поэтому, в принципе, у меня к ней никаких претензий не возникает, тем более я вижу, что сейчас она несет уголовную материальную операцию. Она специалист с опытом, да, в мошенничестве подобного рода? Более пяти лет уже работает и сталкивается с такими ситуациями. И мошенничество подобного рода, как у вас, это не единственный случай, который могут происходить. Бывает, знаете, звонят, запрашивают номер карты. Бывает, звонят, запрашивают серию номер паспорта. Потом воруют деньги со счетов. Это в Сбербанке такое безобразие сегодня происходит? По всем банкам, по всем банкам. И учитывая то, что Виктория довольно квалифицированный специалист, очень часто Центробанк ее подключает для решения таких проблем не только по Сбербанковским структурам. Поэтому, в принципе, сейчас... Алло? Сейчас Мария Ивановна. Алло, что в принципе сейчас вы сказали? В принципе, сейчас Демеева, находясь с вами на линии и поддерживая с вами связь, она и контролирует состояние ваших счетов. Она понимает, что эти операции, которые поступают о списании денег, либо же оформлением кредита, делаете не вы, а делает это те люди, которые заинтересованы в краже ваших денег. Поэтому, Мария Ивановна, я сейчас, как сотрудник МВД, согласно федерального закона номер 3 о полиции, я обязан вам предоставить возможность удостовериться в том, с кем вы разговариваете. К сожалению, в режиме телефонного разговора я вам свои удостоверения предоставить не смогу, поэтому закон и предусматривает перепроверку данных через официальный интернет-ресурс. Вы мне скажите, Яндексом вы пользуетесь? Нет, не пользуюсь. Какой поисковой системой вы пользуетесь? Чего системой? Какой поисковой системой вы пользуетесь? Яндекс, Гугл, Майору? Где вы фильмы ищите? Ну, не знаю, у меня вот есть такая полосочка в телефоне, я туда ввожу, а какая это, как называете это, система, не знаю. Какая, вот нажимайте на эту полосочку. Ну, нажала. Сейчас, а у вас только на телефоне, либо же на компьютере есть интернет? Не, у меня нет компьютера. Только на телефоне. Вы знаете, как сворачивать разговор? Ну, да. Знаете. Да, Мария, тогда включите громкую связь, сверните сейчас наш с вами разговор. Эта процедура не займет более одной минуты. Сейчас. Что тут громкую связь? Зашли в эту полосочку? Да, зашла. Зашла. В этой полосочке пишите слово Яндекс. Яндекс. По-русски писать или по-английски? Да, по-русски. Это российская поисковая система, в которой есть бесплатный определитель номера. Ведя туда мой номер телефона, у вас отобразится вся информация насчет госструктуры, где я работаю, вплоть до адреса, номера телефона, даже точки на карте. Поэтому пишите слово Яндекс и переходите по ссылке. Ну вот здесь Яндекс, почта, карты, компания, твиттер. Есть Яндекс, найдется все. Нет, такого у меня. У меня есть Яндекс, поисковая система, интернет-портал, массовые сбои, движения трагедии. Яндекс, поисковая система. Интернет-портал. Он? Да, заходите. Прям туда на нее снова тыкать, да? Да, нажимайте на слово Яндекс. Да, нажала. Я нажала. Алло. Вы нажали, да, я понял. Вы перешли, у вас отображается поисковая система Яндекса, строчка поисковая? Да, отображается. Яндекс написано, да? И в этой поисковой строчке написано, найдется все, правильно? Сейчас у меня экран тух. Нет, ничего в строчке вообще не написано. Пустая строчка, а рядом найди написано. Пустая строчка, нажимайте туда пальчиком и пишите там мой номер телефона. Давайте я вам его продиктую. Либо же вы видите сейчас на экране вашего телефона. У меня же свернут разговор, я не вижу. А, свернут разговор. Давайте я вам продиктую. А мы что сейчас делаем-то? Ну диктуйте, я только не поняла. Я забыла уже, что мы делаем. Ну, вы проверяете номер телефона. Если бы мы с вами лично встретились, наше общение с вами началось бы с того, чтобы я вам предоставил свое удостоверение. Мне может подъехать к вам надо, и все, сейчас. Так вы подъедете, я подготовлю документы, я иску. У вас же сейчас проблема в банке, у вас украли деньги. У меня указано, у вас там 100 рублей осталось. Конечно же, должны вам банк сначала вернуть деньги. Почему мне сказали, что мне все вернут сейчас? Да. Ну, так все вернуть, сейчас-то денег нету? Как это нету? Послушайте, гражданочка, вы, во-первых, успокойтесь, не нужно на меня... Слушайте, гражданочка, я, гражданочка, я спокойна была, пока вы мне не сказали, что у меня деньги заходят. Вы спокойна. Вы почему мне свои психи здесь показываете? Заходите номер, перепроверяйте, смотрите, с кем вы сейчас общаетесь. Какие психи, в конце концов, у меня деньги крадут, а вы говорите мне такое? Вы чего вообще? Послушайте, давайте мы сейчас вместе с вами успокоимся. Вы зашли в Яндекс, пишите мой номер телефона. Давайте вы сейчас успокоитесь, мне сейчас кто-то опять звонит, наверное, опять из банка. А вы пока успокойтесь. Послушайте, мы с вами уже 15 минут общаемся, вы только поняли, что у вас украли деньги. А как вы думаете, почему ко мне поступили документы? Просто так или что? А мне кажется, вы сейчас ехиднете и злорадствуете, да, надо мной. Вот время тянули, все это время, какими-то дурацкими разговорами, проверками, перепроверками, зная, что у меня там крадут деньги, ничего не сделав. И вы еще не даете сотруднику банка мне дозвониться своими звонками. А мне надо что-то делать, у меня батарея садится, и уже осталось 3% зарядки. Батарея садится, вы мне сказали, у вас сейчас телефон на зарядке, все, успокаивается. Я объясняла, что когда телефон на зарядке, то он просто разряжается медленнее, когда я разговариваю. Чтобы он заряжался, мне не нужно вообще его выключить-то вообще. Послушайте меня внимательно, давайте вы меня не будете перебивать. Нет, вы просто не понимаете мою ситуацию, сейчас вы как вояка гнете свою линию. Вы даже не хотите понять мою ситуацию. Я объясняю, что у меня телефон разряжается, когда я разговариваю. И просила сотрудника дать мне возможность его зарядить. Я сейчас положу трубку, вы денег своих не увидите. Я поставлю печат на документах, будете разбираться с вами, нанимать адвокатов. Нет уж, вы позвонили мне, наверняка это все зафиксировано. Если вы положите трубку, у меня денег лишат, то будете виноваты в этом вы. И все, кто знает, это зафиксировано. Мы будем сейчас терять драгоценное время. Вот именно, у меня сейчас разряжается телефон из-за вас. Я вам говорю, для чего, чтобы вы зашли и проверили номер. Для того, чтобы вы понимали, что вам не Иван какой-то с улицы звонить, а главное управление по Алтайскому краю. Вы для этого это делаете. Да я и так знала, вы же мне сказали, что в ваш управление звоните. Вы просто время тратите, я говорю, что у меня зафиксировано телефон разряжается. У меня сейчас разрядится телефон и все. Алло. Я вас внимательно слушаю. Я говорю, что у меня разряжается телефон. Дайте мне возможность его зарядить, чтобы идти потом все, что нужно делать, пока еще банки работают. Хорошо, хорошо. Зайдите сейчас, проверьте номер. Я не буду вас задерживать. Я дам указание своему секретарю, чтобы вам была подготовлена повестка. Почему вы так нервничаете? Вы же много слов говорите, как это, что за многоречивость-то? Говорите, говорите. Какая многоречивость? Я вам пытаюсь донести суть проблемы. Вы уже 10 минут назад бы сказал, но продиктуйте мне ваш номер. После этого вы разразились какой-то речью досуществительной, которая не имела вообще никакой связи с происходящим. 7, 385, 239, 73, 03. 7, 38, 52, дальше. Кто так диктует-то? Код города и нормально, можете сказать? Вы специально, что ли, так делаете? 7, 385, 239. 385, дальше. 239. Вы можете нормально сказать, какой из них код города, какой номер телефона? Вы меня что путаете-то? Вам полностью все 11 цифр нужно в Яндексе написать. 7, дальше. Я вам диктую абсолютно весь номер. Вы можете сказать код города? 385. Я вас плохо слышу, сейчас на громкую связь переставлю. 385. Че не слышу. Тончик, говорите, я вас не слышу. 385. Код города. 385. Записали? А это какой город? Это какой город? Вы слышите? Барнаул. Барнаул. Я вас прекрасно слышу. Код города. Код Барнаул. Адни 385. Грозданочка, пропишите, пожалуйста, номер в Яндексе и нажмите кнопку найти. Я же вам сказал, что у вас отобразится вся информация, кому этот номер принадлежит. 7, 385. У меня потух экран, подождите, заново все. 7, 385. А код города, это который из них? Пишите просто номер, вы сейчас сами все увидите. Ну. Пишите дальше, 239. Угу. 7303. И нажимайте кнопку найти. 7303. А если из Барнаула-то позвонить, то какой номер будет? Я вам из Барнаула звоню, вы мой номер телефона пишите сейчас. Ну, вы можете сказать, без кода который, Барнаульский-то номер, как выглядит? Вы понимаете, что в Яндексе нужно писать полностью все 11 цифр с кодом нашего региона? Я написала в Яндексе, а вы не можете просто назвать городской номер? Вы меня слышите? 239.7303. Дебил, я не могу, я сейчас буду ржать. Ты спалился на таком пустом месте. Иди учи коды городов, дурачок, позвонишь потом еще раз. Слышишь? Я говорю, иди учи коды городов, как выглядит, дурачок. Спалился на ровном месте вообще вот просто. Шел-шел и в говно по самое колено. Так, я у него пидорша, ты старая. Сейчас я приеду. Ну, не такая уж и старая, конечно. Но могу приехать в Ибач. Ну, приезжай, приезжай. Давай, приезжай. Яйца не сотри, с Украины будешь ехать. Продолжение следует... Продолжение следует...